Бабы нет! Бабы нет! Бабы нет! Бабы нет! Проморочишь совиадскую дали, да? Нет, это правда. Сип, скана. Фактируют мяч и сразу же контратака от Уфы. Может быть опасная, потому что Уфа получается у них выходить. И вот как раз таки то, что я говорил, когда высокая линия обороны Амхала, Жека, Спиряков всегда это видит. Ебать, Женя, выход! Это шоу, пароль. Это же пояска, блин, я считаю. Сто процентов. Я примерно просто в той же зоне с пояской граю, когда сейчас Жека вышла. Пошли, п**ть! Блядь, ну нервничать, конечно, говорить, это нельзя. Там уже комары прилетели, мы реально как на рыбалке сейчас. Идет амяс, Жека Спиряков забирает, неуверенно. И тут еще прострельчик, но все, все внимательно. Ой, какой же пожарчик? Пожарчик, как при Наполеоне в Москве происходил. Прямо тут происходит такой же в штрафную Амхаловцев. И Наполеоном тут выступает, по-моему, Жек Спиряков. Ну, в целом, можно пока наблюдать небольшую усталость УЦЗшников. Но я, конечно, ожидал, что будет более страшно. Тут такой нестрашный удар в руки Спирякова. Я пас на рот. Хороший. Третьего и угол. Нет, не гол. А? Это был пранк. Пранк голым. Казалось, что реально в угол прилетает мяч. Камера не совсем показывала сетку ворот. Но потом, когда... А, в штангу. В штангу мяч попал. Ебать, Женя, выставки! Влоем против четверых. Не успевает даже так защитить Амхалов. Стас уже не успевает крутиться так. Вот сейчас три бульгафу. Жек Спиряков, привет! Хотел вернуться на линию ворот. Как сразу же залетел к нему. Прям в перчатке мяч. Когда все эти перчатки можно бить в магазине, пожалуйста. Напоминаю, что в этих перчатках Жек Спиряков делал этот прекрасный сейф. Афишный удар. Плотный, хороший удар. Просто лучший, бля! Но это же сейф года, бля! Фикус! Фикус! Проследи, чтобы это не вставили. Проследи, чтобы это не вошло, фантазия. У нас было в матче с Велесом, в прошлом товаре. Сейф. Да, не вошло сейф от Жени, который мы сняли. И мы всегда с этим не влюблены. Мы пытаемся смонтировать на акценты динамичные, на акценты на каких-то конкретных игроках. И, к сожалению, вратарский цех часто из этого страдает. Но здесь такое мы не можем вставить. Жек уже не знает, как вытащить, чтобы мы точно вставили. Что делать? Бара? Ай, передачка прекрасная. Бара, я так и думал, что это сделает удар Жека с Кирян Конго. Ой, бля. Господи, мне так сильно. Это такой позор, если честно. Но, если честно, я просто всю игру отыграл. Уже ноги ватные, спина болит. То есть мы всегда играли в замену. Тут нам дают второй тайм, что мы играем, играем. Уже все уставшие. И плюс к этому я же чувствую, что измечательно дотягиваешь. Силы нет. Еще и крота вовлю. То есть убиваю крота. И я думаю, боже мой. Ну, хорошо, Жека спас. Он как бы у меня. Мы с ним пообщались. Потом он сильно за зло не был на мне. То есть красавчик. Женя, умница. Управил, бля, все. Я не прикол. Павля, просто лучший. Павля, ван лав. Так, если Фил Воронин, то, скорее всего, вернулись. Четыре защитники команды. Но нет, сработанного. Сентральный защитника. И Стас Тучок. И вот это что за ошибочка? Упа. Жека Испиряков, да, похоже, у нас во втором тайме вышел. Молодец, Женеча. Любит Жека Испиряков играть на выходах. Любит он быть таким еще одним защитником. Мы не волнуемся. У нас места, нас не давят, премиальные не давят. Мы не кайфуем. А вот как не давят, папка всегда есть. Поэтому давайте кайфанем с улыбочкой, блядь. Завершим этот прекрасный выезд вот здесь на поле. А дальше пойдем разгласить Уфу, блядь. А почему? Потому что в МКУЛ! А вы не! А вы не! А вы не! Жека тащит, Жека тащит. А вот не надо тут, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok